Начнём процедуру. Пожалуйста, обратите внимание. До начала самой процедуры нам нужно подготовиться. Парфоровые ловочки необходимо положить в чашу с водой и кубиками льда, чтобы фарфор ощущался свежим, холодным. Саша с тензорной маской тоже следует положить в эту чашу со льдом, чтобы она тоже была прохладной и свежей. Вам нужно взять два бача для области вокруг глаз. И небольшое полотенце, чтобы высушивать ложечки после того, как они достаются из чаши. Процедура начинается с снятия макияжа с модели. Я буду использовать флюид для снятия макияжа как с глаз, так и с куб. Флюид наносится на ватные диски и он снимает весь макияж, даже водостойкий. Флюид для снятия макияж. После флюида для снятия макияжа на все лицо, включая шею, наносится молочко. Флюид для снятия макияж. Флюид для снятия макияж. Я буду использовать успокаивающее молочко, это особая линия для чувствительной кожи. Потому что это новое, я не могу открыть. Почему? В самом деле, я не знаю. Возможно, я не знаю. Возможно, я не могу открыть это. Я не могу открыть это. Заклинило. Спасибо! Молочко в большом количестве наносится на шею и на лицо. Молочко в большом количестве наносится на шею и на лицо. Молочко в большом количестве наносится. Молочко поможет удалить все остатки макияжа с лица, даже если этот макияж был достаточно густо наложен или был водостойкий. Молочко смывается с помощью салфеток. Молочко в большом количестве. Мне кажется. Это одинаковое способ использовать. Вы можете использовать для двух разных клиентов. Вы можете использовать один раз. эти салфетки они очень мягкие и очень бережно относятся к коже следующим шагом фанин наносит успокаивающий лосьон с экстрактом хлопка на этом этапе заканчивается удаление макияжа коза подсушиваются салфеткой тканью после чего фанин начнет скрабирование зоны вокруг глаз для этого она берет один миллилитр продукта это совсем немного и с помощью этого скраба она как бы рисует и маску супергероя то есть вся зона вокруг глаз оказывается покрыта скрабом это какой скраб покажете о чем вы можете дать гомаш эксфолиант это регулярно вы знаете скраб обычный скраб после нанесения скраб должен пробыть на лице около двух минут чтобы он подсох так как в это время фанин выполняет круговые движения 2 минуты скраб должен высохнуть мы используем энзимный скраб без гранов потому что это очень фрагильная и в частности поэтому поскольку эта область наиболее чувствительная мы используем энзимный скраб который не содержит грубых крупных частиц которые могут ее повредить после того как скраб подсох его можно удалить круговыми движениями со всей области вокруг глаз движения выполняются круговые, а также легкие, мягкие, поглаживающие движения и вы получите макияж на целом лице но вы делаете скраб только на области оконтурной области Несмотря на то что макияж снимался со всего лица процедура скрабирования выполняется только в области вокруг глаз для удаления остатков скраба можно использовать ватную подушечку и затем когда вы выложите все скрабы вы используете лотину чтобы улучшить все различные скрабные партики которые вы можете использовать в области глаз после нанесения скраба чтобы удалить все частички которые могут остаться в чувствительной области вокруг глаз наносим лосьон Почему скрабирование производится в такой чувствительной зоне? Для того чтобы улучшить микроциркуляцию и улучшить кожу чтобы удалить все остатки также это помогает удалить все омертвевшие частички кожи из этой области я после скрабирования наношу успокаивающий лосьон который подходит для чувствительной области вокруг глаз сейчас начинаем использовать продукты, собственно, из коробки и первое из этих продуктов это омолаживающая сыворотка сейчас начинаем использовать продукты, собственно, из коробки и первое из этих продуктов это омолаживающая сыворотка для области вокруг глаз очень важная вещь вот эти вот ложечки Ложечки помогают отмерить точно необходимое количество продукта вы будете уверены, что вы не потратите слишком много продукта но в то же время потратили его достаточно для проведения процедуры для омолаживающей сыворотки вокруг глаз нам понадобится самая маленькая ложечка объемом 1,25 мл я наношу эту сыворотку на ту же область полосы вокруг глаз я наношу эту сыворотку на ту же область полосы вокруг глаз вначале втирающими движениями, а затем легкими пощипывающими движениями очень важный момент, выполняя процедуру необходимо уделять внимание также области висков, потому что морщинки могут образовываться и в этой зоне так, начинается этап пощипывания я делаю пять пощипываний на одной массажной линии а затем провожу назад после этого Фанни приступит к массажу второй стороны второго глаза техника выполнения массажа сначала легкие пощипывания, потом гладкое проведение по той же линии это помогает улучшить все взаимодействия между различными целами и увеличить циркуляцию крови такой массаж помогает восстановить циркуляцию в крови когда сыворотка впиталась, я начну следующий шаг процедуры массаж массаж я беру 2.5 мл крема поскольку область нанесения очень маленькая, я возьму 2.5 мл крема для этого тоже есть специальная ложечка в наборе она помогает нам получить точную дозу продукта необходимую для процедуры крем наносится по всей зоне контура глаз густым достаточно слоем я не забываю темпы опять же особое внимание уделяется зоне висков все продукты, которые используются в этой процедуре все продукты, которые используются в этой процедуре прошли офтальмологический контроль и они подходят для нанесения в чувствительной области глаз массаж в этой процедуре состоит из 3 этапов на первом этапе Фанни будет использовать парфоровые ложечки затем свободными движениями будет проводить массаж просто руками и завершит массаж снова массажем ложечками очень важно не забывать вытирать ложечки когда мы достаем их из чаши с водой вода очень холодная лучше ей не капать первое движение, которое входит в этот массаж это давящее движение на ключице 3 раза мы пытаемся достичь эффекта расслабления, поэтому начинаем с ключи далее Фанни выполняет разглаживающее движение ложечками вокруг глаз от уголка глаза к виску легкие массажные движения теперь она переходит на верхнее веко опять же разглаживающее движение от уголка внутреннего глаза к вискам легкое давящее движение ложечками по нижнему веку в направлении от уголка глаза внутреннего к вискам очень важно, чтобы ложечки находились в отдалении друг от друга потому что они звенят при соприкосновении а сейчас Фанни выполняет давящее движение на висках перекрестное поглаживающее движение в области между бровей перекрестное движение в области лба, которая наиболее подвержена возникновению морщин два раза два раза поглаживающее движение вдоль бровей и снова переход к вискам круговой массаж висков на несколько секунд буквально на несколько секунд необходимо положить ложечки опять в холодную воду со льдом вытереть следующее движение разглаживающее движение по лбу от центра к вискам по трем линиям движение давящее ложечкой по лбу по трем линиям от центра к вискам попеременное разглаживающее движение от бровей к линии роста волос от одного виска к другому круговые движения ложечками в области висков на этом первый этап массажа ложечками заканчивается и в течении пяти минут Фанни будет выполнять свободное движение массажное просто руками санжиря санжиря выстрел 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 Продолжение следует... 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 и верхнее вето. Не следует забывать виски. Из-за своего тензорного эффекта оно наиболее эффективно в этой зоне. Область нанесения на верхнем веке под бровь. Сейчас Фэнни нанесет два патча на глаза. Патчи сделаны из хлопка. И они наносятся для того, чтобы удержать продукт на коже и ухилить его тензорный эффект. Патчи состоит из двух частей. Чуть больше, чуть меньше. При нанесении вы его складываете, прикладываете большую часть к нижнему веку, а потом просто разворачиваете патч, меньшая часть оказывается на верхнем веке. от виска до внутреннего уголка глаза. И поэтому будет действовать на всю эту зону. Он находится на всей зоне вокруг глаз. От виска до внутреннего уголка глаза. И поэтому будет действовать на всю эту зону. Подходит для любой формы глаз. Маска должна действовать в течение пятнадцати минут. Сейчас во время демонстрации мы не будем ждать пятнадцать минут полностью. Возможно, около десяти минут, просто чтобы показать вам результат воздействия тензорной маски. Но, естественно, в салоне процедура должна занимать пятнадцать минут. Патчи удаляются сразу с обоих глаз, с части, которая находится у виска. Снимаем маску от висков двумя руками одновременно. Медленно. Действуем медленно и аккуратно, потому что большинство людей во время процедуры засыпает. Остатки тензорной маски смываются с лица, убираются ватными дисками. На диск наносите немножко успокаивающего лосьона. Сейчас Фенни наносит мультиактивный крем для области вокруг глаз. Да. Двое, что будет прикрытая. Ну вот, два, два. Более. Тааааа. Да. 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 Поскольку продукт легко распределяется, его необязательно наносить прямо возле линии роста ресниц. Он сам постепенно распределяется по коже. В окончании процедуры, чтобы достичь максимального эффекта, я использую массаж фарфоровыми ложечками буквально по несколько движений на нижнем и верхнем веке. Продолжение следует... Процедура на этом окончена. Продолжение следует...